Девушки отдыхают В мире НКВД Мампет Шоу специально для вас я вылез из Кремлёвской стены и зашел в магазин, где продаются всякие такие бутафорские вещи, чтобы поговорить о французском сериале. И я очень надеюсь, что вы не маленькие друзья, потому что уберите всех маленьких друзей. Там, знаете ли, есть то, что не надо маленьким друзьям слушать. Он узнает, кто убил его сына. Турок опочится на детей этого мусора. Ты это знаешь. Кто не понял, повторяю. Вы знаете, что меня зовут Большой Босс на языке Франции? Это будет Легран Патрон. Большой Босс Иосиф Виссарионович. Легран Патрон Виссарионович. Да, Франция сняла про меня сериал. Там действительно есть герой. Иосиф Виссарионович. Наш безвременный усопший бача Иосиф Виссарионович. Сериал «Вахак». Третий сезон, где про меня говорят. Полиция хотела бы знать, из какой страны ты приехал. Я приехал не из страны. Я приехал вот с того света. Для этого мне пришлось найти первую попавшуюся лавочку. И первого попавшегося милиционера, которого вы почему-то называете теперь полиционер. Что это за такое? И знаете, как они изобразили меня в этом сериале? Мои наколки. Говорят, кто я, кем я был и что сделал, чтобы стать тем, кем я стал. Вот таким я раньше думал, что слова и дела, говоря за человека, оказывается, наколки. И о чем скажут наколки вот этого вашего Тимати? Ему бы на Соловках выступать. Григорий? Да, слушаю. Когда-то я тружил с одним Григорием. Жду тебя вечером в транспортной фирме. Приходить точно в полночь. За Зиновьевым, но он не приходил в транспортную фирму ровно в полночь. И тогда я ему сказал... Если ты в этот раз ображаешься, Григорий, Да не волнуйся, все будет нормально. И я ему поверил. Поверил, что все будет нормально. Грузовик, который вы отправили сегодня, менты сели ему на хвост, как только он выехал с территории транспортной фирмы. Но ничего не было нормально. Ни в Ленинграде, ни в Москве, как и в этом сериале, где есть героиня, дочь русской шлюхи, которая помогает французскому маньяку и при этом работает переводчицей с русского в полиции. Как вам такой поворот? Это лицо стокача. Этот Григорий везет товар на грузовике, и он такой же непонятливый, как этот Кришка Синовьев. А как мне делать? Не похер как. Уходи от них и доставь товар. Кто же это за товар такой, который везет? Григорий. Григория расстрелять. Ваня, ты должен прийти ко мне. Произошло что-то очень серьезное. Это тот, кого назвали моим именем. Конечно, серьезно. Ведь этот товар живой. Меня зовут Марина. Марина Чернышенко. Я из Украины, мне 18 лет. Меня зовут Марина Тереченко, она 18 лет, она в Украине. В моем время Украина поставляла зерно. А сейчас что она поставляет? Вот это дюрмо, сынок. Такое можно было бы сказать и про этот сериал. Лишь один человек мне готов сделать. Этот сукин сын Михаил Павлович. Никогда, никогда не верьте великим князям. Даже Михаилу Павловичу. Про великих князей, кстати, обещал все рассказать. Павел Перец, пока я его не сослал в одно. Отдаленное место слишком. Либеральный стал в последнее время. Меня зовут Михаил Павлович. Только этот не похож на Михаила Павловича, который, вот, знаете, мы там русский музей, вот, видели в Ленинграде. Там Михаил Павлович когда-то жил вот в таком большом сейчас музее, а он там жил. Вот были времена Михаил Павлович его расстрелять. Как и другого. Кому они поручают эту грязную работу? Они поручают грязную работу бледян, считая, что если тех возьмут, про них не подумают. Какой интересный женский термин. Люди должны найти эту, блядь, до того, как до него доберутся люди получше. Я хочу, чтобы он всё сказал, а потом сдох. Ну я так и говорил Каменеву, а он не соглашался. После того, как, блядь, заговорить, раздай приглашение всем, кого это касается. И это не приглашение на новогоднюю елку, а вот так заходит русская мафия в дом стукача с татуировками и с пистолетами. Звони в полицию. Ментам? Нахера ментам? Мы что, просто так не можем уйти, что ли? Я вот говорил сыну одного наркома. Миша, твой отец был гений. Как получилось, что ты такой тупой? Как получилось, что такие тупые сценаристы этого сериала? Соседи нас точно видели, как мы вошли. Что мы? Уйдём, оставив это за собой? Во Франции, когда невиновные люди находят труп, обычно они звонят в полицию. Звони в полицию. То есть, когда они с пистолетами входили в этот дом, их не волновало, что их могут соседи увидеть, а теперь заволновало. Амбор в законе. Французские полицейские незнакомы с русскими криминальными словечками, их приходится просвещать. Вор в законе, но вор должен сидеть в тюрьме, я считаю. Как и Григорий. Кто тебе? Кто тебе? Давай, ну кто тебе? Какие методы использует русская мафия, чтобы получить нужную информацию? Жестоко, конечно, но как ещё быть с Григорием, когда он облажался? Я, в общем-то, примерно так и говорил тогда, помните, когда с Иновьевым немножко там завертелось. Гриш, не визжи, а? Скажи нам, кто тебе дал грузовик, а? Комбинация хороший исследователь, плохой исследователь, всегда работает. Во Франции есть устойчивые революционные традиции, которые переняли, переняла, переняла-то, переняла русская мафия. Зачем, зачем отрубать человеку голову, его можно просто расстрелять, ох уж эти мне гильютинные, понимаете ли, сны? Григорий Кантария, амбляд. Григорий, оказывается, вот каким был. Даже я его так не называл. За кого, амбляда? То такое будет по-французски «секуа». Секуа, амбляда. Да, причем перед словом этим употребляется мужской артикль. Э, блять, да простят меня наши не совсем юные зрители, потому что, надеюсь, совсем юных зрителей вы убрали от экранов наших мониторов, планшетов и смартфонов. Молдов. Вы должны быть амбляд. Инпют. Это Григорий Кантария. Инпют. Шлюха. Это то, что было в грузовике, это то, что такое, боже, Григорий Кантария. Ну и еще там один. Не хочу употреблять опять эту фамилию. Зураб Амиров. Кого только нет. Русской мафии вот Зураб Амиров, например. Атом Параджанов и Ампревизи. О, Япончик и Руставели. Атом Параджанов, к которому приходят, вы только зацените. Япончик и Руставели. Тушь, которую использовал, татуировавший в колонии, содержала очень много свинца. И теперь этот свинец живет в моей крови. Надо сказать управлению ГУЛАГа, чтобы там не использовали такую тушь. Пусть уберут это все, заберут у этих зэков. Зачем это? Это Биан Григорий Кантария. Заключенные, не подвергайте свою жизнь опасности. Не используйте. Это используйте только проверенные материалы. Тем более, что потом вас смогут опознать даже без головы. Смотри, машина, бля какая, нихуя себе. Как это у вас сейчас называется? Такое вот, знаете, рэп. Да, точно. Рэп. Смотри, машина, какая, нихуя себе. Смотри, машина, какая, нихуя себе. Кто-то за этим столом ведал многие мои заповеди. Занявшись торговлей наркотой и бабами. А вот я, Иосиф Виссарионович, собираю своих бандитских наркомов. Блюдок дает мое имя грязным делом. Так что теперь? Ему верят на слуху? То есть вара в законе заниматься проститутками и наркотиками запрещает кодекс. Чем же они там деньги зарабатывают? Где они доказательства? Где? А у капитана Донко, который вот этот вот Шварценеггер играл, у него преемничек появился. Какие ваши доказательства? Где они доказательства? Где? Япончик, возьми сумку и выброси наркоту. Иосиф Виссарионович плохого не посоветует. Наркоту в сортир. Там же, кстати, можно и террористов мочить. Мы варим. Не сутенеры. И не торгаши, а травы. Вот такой кодекс вару. А Париж? Париж страшное место. Там в самом центре, прямо у площади звезды. И вот такое может происходить. Посреди мяло дня. Но вы помните? Смотри, машина бля какая, нихуя себе. Как ведет себя настоящий грузин, когда в него выпустили 10 пуль? Нет, не 10 пуль. Пуль много из 10 стволов. Тем временем во Франции на самолете прибывает пополнение. Сынавья вылечат в Париж первым самолетом. Сынавья. А еще там есть девушка красивая с чемоданом. Таким тоже очень красивым. Ну, девушка красивее, чем чемодан. А в чемодане и много чего. Не только вот это, что надевают, а еще разные такое-другое. Посмотрите, какая правдоподобная сцена киллерша вместе со своим мужем попадает в засаду на мосту. Не надо паники. Ты же киллер из России. Как тебя зовут? Одесса! А мужа твоего как зовут? Киев? У нас проблема, Михаэль. Я надеюсь, ты это понимаешь. Так я говорил Фрунзе. Михаэль, у нас проблемы. С Бухарским Эмиратом. Плюзей вожь в законе. А они эти Каменев и Гришко-синовьев приходили мне и говорили. Ты знаешь, кто мы такие? Да вертел я их на шампуре и весь этот сериал тоже, потому что он, знаете что? Польная лажа. И в головах сценаристов там тоже, знаете что? Там тоже польная лажа. Немного воровской философии. Ты знаешь, Миша, разница между выродком и блядским сыном. В чем же? Выродок, он всегда знает, кто был его отец. А вот сын бляди, Миша, всю жизнь его ищет. А мы давайте продолжим обучать французских полицейских нашим тюремным славам. Я не веду дела с петушками. Ты не амезью, как петушок. Секуа петушок. Секуа петушок. Кто такой петушок? Это тот, у кого шок от взаимодействия с некоторыми представителями одного с тобой пола. Вор, вор ты. Ну давай, расскажи браткам, в какой колонии вас посвятили. В трусах француза живут ежи. Ты слово дар? Ну так держи. Какой сериал, такие и шутки, потому что режиссер. Вот седак, блядь. Да, как его. Тут посреди этой французской галиматии, кстати, французское слово галиматия просвучало знакомое слово. Кеске саводир стукач, то есть, что это такое, стукач? Стукач, кеске саводир? Стукач, это тот, кто трындит полиции. Стукач, сэссилюйки паалана, полиции. И тот, кто пишет доносы. Старому Йосифу служили многие, а вот ублюдок это кто? Не Хрущев? Если это сериал про русских, то в нем не может быть. Точнее, не может не быть вот такой вот сцены. На здоровье. На здоровье. Ну что, за нас? На здоровье. На здоровье. Под конец просмотра этого третьего сезона сериала «Брак» так и хочется сказать сценаристам. Пошли ви нахуй, бляди. Как пела группа «Ленинград», «Камон, эврибоди». Пошли ви нахуй, бляди. Вот у меня был гвоздь программы «Армянин Микояна». А здесь? А Том Параджанов, гвоздь программы. Под занавес сцена сходки «Браков в ресторане». Мы не коммунисты. Не коммунисты? Что же вы не коммунисты делаете там? А знаете, сколько нужно грузин? Хачей армянских. Пять. Что? Что там про грузин ты хочешь сказать? Потому что когда один стоит в ванне, то четыре других в нее сут. Это поэтому от грузин постоянно воняет мочой. Лаврентий, тут к тебе человек есть. Ну, для допроса, скажем так. Потому что когда мой отец трахнул шлюху старшей твоей матерью, он был помнят у вас. Он надел гондон. Хотя ему уже ответили, это какой-то диалог в стиле вот этих вот ваших, которые там, знаете, иногда тролли. Они, знаете, некоторые мое лицо себе на аватар ставят, хотя могут только, ой, не буду говорить. Ты что сказал? Слышь, блядь? Ну, точно как тролли в комментариях. Ты, сука, будешь, ты знаешь, от кого ты и ты. Пидор, блядь, ебучий. Ты знаешь, где ты находишь, сука. Ты знаешь, где ты, блядь, говоришь, сука. Ну, ты, блядь, как ты. Я такого даже на Лубянке не видел. А вот это правильно. Ну и какая, вот какая реакция может быть на такое вот произошедшее? Вот подумайте. Юльяна, спой, очи, черные. Спойли за братков, которые не с нами. Отчепурить тебе, Манус, как? Как можно было такое вообще придумать? Хороший комплект вот эта песня к «На здоровью» и вот к вот этому. Я был отец, Иосиф Виссарионович, и семья была. Но ты от нас отрекся, мы говорили. Какой я ему отец? Какой он мне сын? Вот хочу сказать вам честно, после просмотра таких сериалов хочется, хочется взять их всех и вот, что вы понимаете, да? Отец, иди моего погибла. Я, в общем-то, этому перцу вашему говорил, ты у меня, слушай, допрыгаешься, допрыгаешься. Ну, он говорит, хочу вот лекции читать романовы «Без соплей». Я так подумал, ну, если без соплей, если там вот так вот как было, ну, хорошо. Живи, просвещай, народ. И где же, говорю, ты будешь это делать? А он сказал, в первый-первый раз в своей жизни все будет постоянно. В Петербурге в 14.30 по субботам, в Локте Пряники на Сенной площади, в Москве в 17.00, каждое воскресенье, библиотеки имени Толстого, хороший писатель, кстати, на Кутузовском проспекте. И только, только учтите, что там на Кутузовском метро проезжают в сторону центра электрички без остановки. На студенческой выходите, если будете в центр. Из центра все хорошо. И вот он это, знаете, ваш этот контакт. Там встречи сделал, и вот, говорит, поместит там, под видео. Ссылки на встречи. Уже в эти выходные будут первые лекции. Там вот про дочь Николая Первого, про этого ее мужа Лихтенбергского, ну и про их потомков, прекрасных во всех отношениях. Приходите, может быть, будет интересно. Ну и, в общем, если хотите, пишите там комментарии ваши. В следующий раз, так и быть, выпущу этого перца из ГУЛАГа ненадолго. Чтобы не расслаблялся. И вы тоже не расслабляйтесь, потому что этот сериал не единственный. Будет еще пока потомки. Слово бляди против слова шефа, оно ничего не стоит. Ну что ж, спасибо Иосифу Виссарионовичу, что такие выпустил меня из кровавых, проклятых ГУЛАГов. Почему, собственно, французская тема всплыла? Потому что я сейчас подучиваю французский язык и посматриваюсь возможные французские фильмы и сериалы. Вот наткнулся на такой. А посматриваю я их и подучиваю этот язык в связи с тем, что вот одну группу я уже набрал в конце января в Париж, в Стольный. И сейчас пытаюсь набрать вторую группу уже в феврале. На всякий случай еще раз об этом скажу, что есть возможность на несколько дней туда смотаться со мной. Ну то есть там отель, билеты и все такое прочее. Мы коллективно решаем, как и где покупать. Мне просто за услуги гида вы платите 150 евро с носа. Мы там с вами по Париже гуляем. Дальше уже, скорее всего, вряд ли я буду группы эти набирать, потому что начиная там с апреля Париж превращается в такое месиво туристское. Туда если ехать, то вот как раз вот январь, февраль, ну еще не знаю, ну максимум март. Потом уже все, до свидос. Если вам это интересно, то пишите мне вконтакте или на электронный адрес, который я укажу вот там вот в описании под этим выпуском. Ну а про лекции вы все поняли. Каждую субботу, каждое воскресенье ссылки вот там. Вот теперь уже точно спасибо за внимание. Пока, до новых встреч.